Николай Петрович, а сколько вам лет? Ну, это 27-го года. 27-го года рождения? Это вы в войну прошли? Да. Николаю Петровичу 95 лет. Он ветеран войны. Он живет в деревне Литвинова Тульской области, богом забытом месте, где нет ни одного продуктового магазина. Всего в 270 километрах от Москвы, в самом центре страны. Одна из жительниц Литвинова обратилась в благотворительный фонд Банк Еды Русь и рассказала, что жителям ее деревни нечего есть. Сотрудники фонда отправились в деревню, чтобы привезти людям продукты, и сняли видео, которое передали нам. Население деревни 92 человека. В основном это пожилые и люди с инвалидностью. Нормальной дороги до деревни нет, автолавка не приезжает. Зимой добраться до Литвинова можно только пешком. Ближайший магазин, а заодно и место, где ловят интернет, находится в соседнем поселке. Вот я сейчас иду домой. Находится это от Буревестника. Если напрямки, то 2 километра, если вокруг, то 5 километров. Ольга староста деревни. Это она написала в фонд с просьбой о помощи. Она хорошо знает, какие проблемы у жителей, и она чаще всего сама покупает продукты тем, кто не может дойти до магазина. Люди запасаются, когда я ношу, по 10-15 буханок привожу, на одного только человека. Ольге самой нелегко. Она одна растит сына. У них у обоих инвалидность. Весь ее доход – это пенсия по инвалидности. 8 тысяч рублей. Чтобы Рома получил образование, она возит его на санках в школу, в соседний поселок. Живут они в крайней бедности. В прямом смысле в голоде и холоде, борясь с крысами, чтобы те не съели их еду. Вот это моя кухня. Вот. Когда мы с Романом приходим, я здесь половики все убираю. Почему? Потому что у нас много крыс. Все вот это съедается, продукты съедаются. Видите, у меня окна. Я сама оставляла. Я никого не нанимала, потому что я не могла ей это. Ну, у меня нет средств. Вот это вот. Я сама делала вот это вот окно. Я его купила. Это пластиковое окно. Ну, вот. Все вот это закрываю. Дует. Интернета у нас здесь нету. У нас телевидение-то вот работает так, не пойми чего. Антенна. Про интернет говорить нечего. А он все-таки школьник. И вот каждое утро я темно. Печку натоплю. В 4 утра я встаю, чтобы мне где-то полседьмого выехать отсюда с ребенком. Отучимся с ним. И едем обратно сюда. Приедем. Печку опять топлю. Все топлю. Всю ночь можно топить печку. А укутываемся одеялами. Вот. Поэтому... Ну, что там говорить. Конечно, мы плохо живем. Ольга много раз обращалась к местной администрации с просьбой обратить внимание на то, как трудно они живут. Но, похоже, никому нет дела до умирающей и замерзающей деревни. Николай Петрович всю жизнь прожил в Литвинове. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны никому, кроме сына, не нужен. Вот ему 95 лет было, 1 января. Коробку конфет. Я 95 лет ветеран войны. Через почтальонцу коробку конфет передали. Это мыслимо ли? Спасибо, что не бросают меня. Синда, это... Вот. Родня. Но у сына у самого в прошлом году случился инсульт. И скорая из-за плохих дорог не смогла быстро к нему приехать. Почешь, 4 часа скорая. Хорошо трактора. Вытащили трактором скорую. Это мыслимо ли? Такие дороги. Никто ничего не обращает внимания. В деревне вообще мало кто решается ехать. Из-за риска застрять и увязнуть. Трактор еле проезжает, поймите. Не то, что машина легковая пройдет или скорая. Пожарные застревают. Мост у нас есть через реку. Пожарные боятся поезжать там. Мост может развалиться. Но сотрудники и волонтеры банка «Еды Русь» дорог не боятся. И раз в месяц приезжают в Литвиново, чтобы привезти жителям еду. Хотя признаются, что это самое труднодоступное место, куда они доставляют помощь. В России за чертой бедности живет около 20 миллионов человек. Учитывая то, что границы бедности – это 12-14 тысяч рублей, в зависимости от периода, в реальности малоимущих в стране намного больше. Ведь доход 15 тысяч рублей в месяц власти бедностью уже не считают. Фонд старается хоть как-то помочь этим людям продуктами. Он договаривается с производителем еды и агрохолдингами, кафе и ресторанами. Волонтеры фонда забирают оставшуюся еду и излишки продукции. Это возможно благодаря фудшерингу – главной технологии банка «Еды Русь». Затем фонд перераспределяет товары среди социально незащищенных слоев населения по всей России. Здесь бытовая химия. Спасибо. Обязательно пригодится. Да, конечно. В деревне все годится. Ой, вот это жикарно. С 2012 года, когда был создан фонд, он передал нуждающимся 50 миллионов килограммов продуктов, средств личной гигиены и бытовой химии. Они нас не бросают. То, что они нам привозят, это для нас очень-очень большая помощь, очень большая. Потому что мы все жители, кто больной, кто какой. В общем, огромное им спасибо. Оформить пожертвования на работу фонда можно по ссылке. Благодаря вам, Литвинова и другие такие же деревни на грани вымирания смогут поесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова